МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было жизненно важным. При этом география звонков оказалась очень широкой. Вместе с гомельчанами к председателю область полкома обращались жители Ельского, Жлобинского, Мозорского, Кармянского, Рогачевского, Ветковского районов. Все вопросы, которые нельзя было решить непосредственно во время прямой телефонной линии, взяты на контроль. В случае необходимости на места будут направлены специальные комиссии. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко 12 марта провел прием граждан и прямую телефонную линию в Петриковском райисполкоме. Дозвонившиеся озвучивали личные проблемы, действовали и в интересах односельчан. К примеру, житель Петриковского района просил рассмотреть вопрос открытия в деревне Бани. Юрий Шулейко поручил проработать тему и найти варианты для обустройства такого объекта. Волновали жители района аварийная тополя в некоторых деревнях. Обратившиеся заверили, что местные власти знают о проблеме и занимаются ею. Сельскохозяйственные предприятия всех районов Гомельской области приступили к посевной кампании. К этому периоду в агросекторе была сформирована структура посевных площадей. Первой по плану – сев яровых зерновых культур. Под клин яровых отведено почти 600 тысяч гектаров. Зерновые и зернобобовые посеют на площади более 116 тысяч гектаров. Кукурузе выделено 350 тысяч. Ход подготовки к весенней полевой кампании и начало посевной находится на контроле председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья. Стоит задача провести работы в оптимальные сроки с соблюдением всех технологий. В Лоевском районе началось наполнение Днепробрагинского водохранилища. Как ожидается, в этом году будет закачано не менее 20 миллионов кубометров воды. Это позволит улучшить гидрологическую ситуацию в регионе и положительно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. В последние годы водоем в эксплуатации практически не находился. Закачка воды из Днепра требует значительных финансовых затрат. Вернуться к первоначальным планам заставила засушливая погода. Урожаи в Лоевском и Брагинском районах оказались весьма скромными. После выделения средств из областного бюджета, двигатели, которые постоянно находились в рабочем состоянии, запустили снова. Сейчас работают 2 из 4. Каждую секунду они перекачивают в канал и далее в водохранилище более 7 тонн речной воды.